Музыка 31 марта в Одинцово с концертом побывал оркестр Московского военно-музыкального училища имени генерала-лейтенанта Валерия Халилова. Это уникальное образовательное учреждение, занимающееся подготовкой военных музыкантов высочайшего уровня. Сегодня в передаче про город знакомство с творчеством и мастерством суворовцев, которых смело можно назвать виртуозами. Дорогим воспоминанием в истории училища является Парад Победы 24 июня 1945 года. Начинается концерт кадрами кинохроники Парад Победы 24 июня 1945 года. Красная площадь открывает парад сводный полк суворовцев-барабанщиков. За ними идут полки 11 фронтов. В каждом более тысячи человек. Началом истории Суворовского училища стала победа Красной армии в Курской битве. 21 августа 1943 года было опубликовано постановление Сталина о создании училищ, названных в честь русского полководца генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. Военное дело получило свою начальную школу, а в девяти разрушенных войной городах начали действовать военные суворовские училища. Суворовцы – будущее военная элита страны. В музыкальное училище поступают ребята после девятого класса. Это единственное в вооруженных силах Российской Федерации учреждение среднего профессионального музыкального образования. Подобные концерты – демонстрации возможностей училища и уровней мастерства его воспитанников. Московское военно-музыкальное училище – единственное в своем роде учебное заведение, не имеющее аналогов в мире. Обучение в училище осуществляется по специальности оркестровые, духовые и ударные инструменты по самым современным образовательным стандартам. Стоит отметить, что образование в училище – современное, конкурентоспособное и при этом бесплатное. По окончании училища выпускникам выдается диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением к квалификации артист и преподаватель. Большая часть наших выпускников продолжает свое обучение в стенах Военного института военных дирижеров Военного университета Министерства обороны Российской Федерации, по окончании которого получает офицерское звание и продолжает военную службу в качестве военных дирижеров, начальников военных оркестров. С недавних пор Московское военно-музыкальное училище носит имя выдающегося музыканта, выпускника училища народного артиста России генерала-лейтенанта Валерия Михайловича Харилова. Генерала-лейтенанта Валерия Михайловича Харилова Генерала-лейтенанта Валерия Михайловича Харилова Генерала-лейтенанта Валерия Михайловича Харилова-Burхатэн Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дай-ка я разок посмотрю, дай посмотрю 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 Пой, золотая рожь, ой, кудрявый лен Пой о том, как я в Россию влюблен Ой, золотая рожь, ой, кудрявый льон. Ой, о том, как я в Россию люблю. Эта программа уже не первый концерт играется. Мы эту программу специально готовили для гастролей в Швейцарию, которые у нас проходят ежегодно в начале сентября, приуроченные к переходу Суворова через Альпы. И оркестр каждый год, каждый четвертый курс выезжает с гастролями, примерно на две недели, там, 10 дней, может быть. И, соответственно, для этих целей готовится, ну, не только для этих целей, просто готовится концертная программа. Это, на самом деле, это часть программы, потому что в оркестре еще есть дефиле, то есть пласт-концерт, когда ребята под музыку делают какие-то движения, дурачатся, там, ну, это по-разному можно назвать. Ну, и, как бы, вот она обыгрывается, представляется для швейцарского зрителя и потом, либо мы ездим, играем ее по концертам агитационным, которые сегодня, да, ну, которые мы сегодня сыграли, либо играем по разным городам. Мы ездили в Тамбов, ездили в Ярославль, предстоит еще поездка в Санкт-Петербург на фестиваль военных оркестров. Оркестр суворовцев выступает в Германии, Франции, Италии, Швейцарии. С 2006 года постоянный участник международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», а с 2016-го фестиваля «Амурские волны» торжественная церемония выпуска суворовцев Московского военно-музыкального училища проводится на Соборной площади Московского Кремля. Появилась у нашего руководства такая мысль, почему бы не съездить еще и в Одинцово. Потому что мы и железнодорожный, и Подольск, и Климовск, и где-то мы только не бываем, и вот, наконец-то, доехали до Одинцово. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Знакомьтесь, Алексей Шкиль, пианист-виртуоз, солист оркестра. Алексей – уроженец города Остров Псковской области, лауреат международных конкурсов. Четыре года назад музыкант принял решение служить отечеством. По окончании училища планирует заняться дирижированием. Я с восьми лет занимаюсь на фортепиано. Перешел в училище, меня пересадили на ударные инструменты. За восемь лет игры на фортепиано я участвовал в более чем 25 конкурсах международного уровня, практически все. Первые, вторые и третьи места одно гран-при завоевал. А почему военно-музыкальное училище? Военное, почему приставка? Ну, я чисто случайно узнал об этом училище. У меня, у моей преподавательницы, однокурсник, главный военный дирижер восточного округа. И как-то разговаривали про это училище. Я всю жизнь хотел быть военным. Они хотели, чтобы я был пианистом. Ну, и как бы так совместили, и я стал военным музыкантом. При всей своей собранности и строгости музыканты в военной форме не скупятся на эмоции. Пример тому выступление ансамбля барабанщиков, устроивших настоящую фиесту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Браво! Концерт всегда потрясающий. Потому что такой профессионализм. Ребята еще вроде бы учатся, еще вроде даже не высшее образование, но играют просто виртуозно. Просто я счастлива, что мои дети прошли через эту школу. Старший сын закончил, младший учится. Мы невероятно счастливы. Мы не первый раз на таких концертах. Прадедушка у нас военный служил, участвовал в Великой Отечественной войне. Папа мой офицер в запасе, муж офицер в запасе. То есть мы, наверное, семья военных. И поскольку с музыкой это уже связь, решили, что, наверное, это для нас. Очень хорошая школа жизни, училище. Ребята приучаются ко всему, жить самостоятельно, жить в коллективе. Еще и такое высокое образование музыкальное получают. 30 декабря 2016 года распоряжением правительства Российской Федерации Московскому военно-музыкальному училищу было присвоено имя генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Валерий Михайлович руководил академическим ансамблем песни и пляски российской армии имени Александрова. Российский дирижер трагически погиб 25 декабря 2016 года в авиационной катастрофе в Сочи. Самолет, на котором находился 91 человек, в том числе 64 артиста ансамбля, направлялся в Сирию. Сирию. КОНЕЦ Представленная Одинцова программа осенью будет заявлена в Швейцарии на торжествах в памяти перехода Александра Суворова через Альпы. Виртуозному коллективу Одинцовские зрители рукоплескали стоя. Браво, суворовцы! Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ